следующий трек который мы с тобой слушаем это последний трек на стене на стене и так понимаю вконтакте либо на стене еще где-нибудь но в общем узнаем песня снова мрачная так сказать нам даются передохнуть конец должен быть бешеным обязательно а а и 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 Теперь бездушный призрак, тихий, как разряды номер. Эти вспышки в моей памяти, там где ты улыбалась. Мечтал, как в один день мы с тобой сможем встретить старость. Стою посреди спальни, и на окнах видно налей. Ты спишь в обнимку с ним, где похоронили нашу боль. Давай посмотрим. Это песня про любовь. Про любовь, про несчастную любовь. И звучит она грустно, и пострадать можно под неё. Излить свои эмоции негативные в песне, вместе с ним сопереживать ему. И таким образом освободиться от своих переживаний. Красота. Слышаем дальше. Знаешь, как тяжело, когда идёшь по улице, тебе плохо. И ты не понимаешь, что с тобой происходит. И ты не можешь это объяснить. Потому что себя считают сумасшедшими, и это очень тяжело. Но мы тебя понимаем. Однажды мы сможем встретиться. Я буду ждать тебя на небесах. Однажды мы сможем встретиться. Я буду ждать тебя на небесах. Я зависла, потому что я жду фразы от Валентины Лукашук. Я жду фразы от Валентины Лукашук. Я жду фразы от Валентины Лукашук. Как она это скажет? В предыдущую фразу она сказала эмоционально. Почему он эту дуру выбрал? Она же не настоящая. Но ведь у неё ничего настоящего нет. А я прям... Понимаешь, я ведь всё говорю то, что думаю. Делаю то, что хочу. Красиво. Мне нравится эхо, которое сделали её последнюю фразу. Это очень здорово. Блин. И я даже не знаю, что и думать. Здесь есть сюжет. Здесь есть диалог между двумя людьми. Я так понимаю, что если это диалог между лирическим парнем и лирической девушкой, то эти ребята друг друга не допоняли. Он, так понимаю, думает, что она ему изменяет, а она, так понимаю, думает, что он ей изменяет. И они друг друга совсем даже не выслушали. Это очень важно. Не договорились, не посмотрели. Он теперь бездушный призрак, тихий, как разряды молний. Да, да. Тихий, как разряды молний. Да, как бы разряды молний далеко не тихие. Если стреляла молнию... Потому что гром – это как раз молния. И как бы я тебе скажу, он выглядит тихий, он это скрывает, да, а внутри у него гранит. Да, его разрушают внутри вот эти чувства, эмоции. Вспышки в моей памяти, где ты улыбался. А-а-а. Окей, отбой. Он, как разряды молнии, эти вспышки в моей памяти, да. Ну, всё равно, в любом случае, то, что я тебе сказала только что про гром, это тоже подойдёт. Потому что так оно и есть, да. А так, вот мне нравится фраза, что мы встретили... Я буду ждать тебя на небесах. Мы похоронили нашу память. В этом есть какая-то, ну, депрессивность, стальность. Вот так. И это интересно. Это интересно с точки зрения художественной песни. Окей, круто. Мамы, смотрим дальше. Наш трек следующий будет очень шипучий и очень в стиле поп, так как называется шипучка. И здесь будет фит Big Baby Tape. Я знаю Big Baby Tape по песне. У меня есть твоя Бу, и я её люблю. Ну, ты понял. Послушаем песню шипучка, почитаем текст и проанализируем. Эй! Перестань притворяться, что ты странный. Перестань притворяться, что ты модный. Перестань притворяться, что тебя искусь, ведь ты просто долбоёб. Эй! Сука, как шипучка, эта штука просто вау, просто вау. Парас с новой сучкой, они смотрят, скажут вау. Моцелина, кейри, бич, I'm dead, I'm smoking loud. Я держу макаров, я подров из фильма, брат. Я продам свой бит, пойду в магаз и куплю бэку. Видишь меня в тумраке, ведь светится мой нэклис. Бэдли, кейк, бэйби, ты покоят, плохо как деды. Эта девка на пропастьюна, я не держу крепко. Ну погоди, сука, шипучка, she wants a kid. Чё подери, как она сойдёт, это сон манифиг. И подходи, мы раскидаем твой фейковый клик. Слезай ко мне, у мадам из Гонджик, ты, сучка, земля, тебе пухом братишь. Отлично, отлично. Знаешь, у нас с тобой сейчас были треки лиричные, и вот теперь снова хип-хопчик. Да, потому что отдохнули, дальше пошла жара, хэш и трэш. Окей. Всё, мне нравится начало. Просто повестка дня, адженда, перестань притворяться, что ты странный, странный. Почему так скажу, я тебе скажу, потому что сейчас очень модно стало говорить, типа, ой, у меня психическое заболевание, такой странный, такой, такой. У меня там, у меня там пример. Даже не знаю, что сказать. Ну, короче, кто что придумает, кто-то на что гораст, и притворяется в основном, потому что психические заболевания, это не приколь. На самом деле, серьёзно тебе говорю, так и есть. И всё об одной теме, то, что... Знаешь, мне нравится, кстати, об одной теме имеется в виду сравнение с модной жизнью, вот такое крутое, типа, притворство и реальностью, да, то есть иллюзии и разрушение иллюзий. И тут мне нравятся английские вставки. Почему бы и нет, да? Называется Фараон учит английскому. Переводи и учи. Повторяй за мной. Биг Бэби Тэп. Ждём. Сирены. Снимай себя троли. Птицы звонят, поликулы. Длинные деньги ходули. Где кирпичи, мы их пулим. Фараон тут и мы дуем. Бэби Тэп, я буси химилейтер. Ой, соума, ты просто хейтер. Эскалейтер, ты не эскалейтер. Сори, бичам, сори, бичам, maybe call you later. Надел носки под сантали. Рали, я разъебал рари. Сука, шипочка подмали. Пара, сука, кали-гали. Кадиллак. Катапак. Централ Пак. Мы с тобой должны ещё обратить внимание на музыку. Она такая индустриальная как будто. И это очень круто. Она мне сосёт без рук, пока на ногтях сохнет лак. Кислота в суке, шипучка. Трама на тэпе, трясучка. Тули со мной, эта шпучка. Тэпи со мной рядом. Это звуки. Звуки, конечно. Кроме этого. Это сэмпл. Эмпл. Блин. Ты знаешь, несмотря на то, что это хип-хоп, это хип-хоп, но звучит он мрачно. Мрачный хип-хоп. Это что-то уникальное, волшебное уникальны и блин мне кажется таких песен я уже тебе рассказывала такую песню смысл то что девка девка ты понял что девка это девка короче все притворство кадиллак шипучки но я это все не пофигу я себя добьюся и все я мне сложно эту песню кстати разобрать потому что как-то вот не получается не получилось но смысл ощущается вот зная о чем но не могу сказать а мы как мы уже понял мы это не будет рождение это своеобразное уважение американского рэпера они меня видят говорят вот 96 в ухру вверх смах платы в огне слышишь рёв ямах я плату на них бомба это 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 оля девочка пара 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 ты сейчас один я хочу приехать плиз хотя бы час твой мир и обязательно он так и говорит как будто вот девочки такие оля у меня губки губки не все девочки с губками такие которые я сейчас показала но в любом случае до вас только я сейчас один но со мной крутить так вот сюда едет вадим не хочу не ваших и дешевый ким позвонить через неделю может холодный сименс я знаю что такое сименс эта песня его black сименс мертвый как найки мертвый как мертвый найки ночью что-то из этой песни давай у нас вот кстати вот есть описание а эта песня содержит в себе инструментальный сэмплинг интерпретация интерполяцию лирики и стрека и химнать айс который выпустили в стену с ним году вот вот этого рэпера на туре с би айчи вот так вот вот такие интересные новости такие интересные темы и вот у наш хараон такой а просвещенный в этих темах мы конечно же он любит хип-хоп он все о нем знает и это здорово а мы едем дальше еще раз по порядку ты не брать мне ты похож на тряпку я своим хуем пробил как бы я не слышу то что поется в куплете но припеве я слышу что это не я представлю как в клубе танцуют он специально клюбитрек клюбитрек почему бы нет да вот так вот вот так вот здорово что скажу об этой песне то что он пробил ей матку это конечно очень грустно но он хотел таким образом сказать что у него длинный шокопед длинный и злой вот так вот и эмма дамы эмма дамы ты знаешь эмма дамы это такие красотки которые розовые черные челки 2007 год и и вены порезаны ну короче это вот такая была тематика я думаю ты так об этом все прекрасно и тем более это все уже давно прошло этого уже нет и в танк почему в танк они что на базе ну очень очень много вопросов мало ответов надо больше гуглить я тебе обещаю погуглю еще обязательно а мы слушаем РО2 кремация РО это у нас по моему сырой если я не ошибаюсь да хуя ваш ни к чему нахуй опков меня заебали да хуя красивый сэмпл и вот это вот такой Я курю под чёрным ливнем, и ты туп, если решишь тревожить Я могу стать чёрным волком, что с тебя сдерёт всю кожу Меня бесят эти люди, я могу рассерепить Моё имя F-A-L-A-O, я представляю смерть Мои волосы, как седой пепел, блан горит костёр в лесу Она скажет, хочу съесть тебя, как тирамису Я говорю, никак нет, сука, отойди на милю Я люблю лишь убивать таких, как ты, вы забили В этой песне, однозначно, есть сюжет и смысл, который мы сейчас будем раскрывать Но пока не раскрыли В общем, слушаем, давай смотреть Индустрия вся полна шалов и пидорасов Я просто говорю об этом, нам не лишь полмаски Тупой маленький пидор, ты захочешь со мной дыма Я вырежу всех вас, пока в клыках дымит блю Ива Я мастер этой боли, за мной стелец и листун После кровавой бойни я курю, встречаю утро Я сохранил ей жизнь, теперь я идол её культа Я растворюсь в тумане, одиночество есть мудрость Хули, ты подумал, что хотя бы насекуна, ты способен на серьезке поебаться со мной Люблю быть один, а не включаю телефоны, все, чего я не дотронусь, обличалась в дом Я, ты пиздея, а то как ненавидишь, а теперь ты мой фанат, скажи, не жалоби Ты, ты пиздея, сопайся, но детей со сталым мозгом твою мама пишет генералам жалобы Падаль, я уже слышала эту фразу Блин К утру в деревне не должно остаться живых Выполнять Есть, Питаны! Я не знаю никого из вас, одинокий воин Раскрашу металлом твою кость на леденую дверь Я не знаю никого из вас, одинокий воин Раскрашу металлом твою кость на леденую дверь Я не знаю никого из вас, одинокий воин Раскрашу металлом твою кость на леденую дверь Я не знаю никого из вас, одинокий воин Раскрашу металлом твою кость на леденую дверь Приятно слышать, приятно прослушать, знаешь из таких песни, которые ты слушаешь ради какого-то отдельного момента. Тупо, наверное, 2.47, 2.48. Послушал нотку красиво и выключил. А тут прям даже приятно включить и прослушать до конца. Но ты бит, атмосфера, текст. Все соединено вместе, все очень гармонично, круто. И давай подумаем о чем здесь. Кремация. Кремация это тогда, когда кого-то мертвого сжигают вместо похоронения. Но о чем здесь это? Я так понимаю, что здесь, я поняла здесь, что у него были хейтеры, которые его сначала хейтили, потом он стал знаменитым, они сразу типа, ой, пара, ты самый лучший в мире исполнитель, я всегда тебя любил 100%. А он типа, падаль. Потом ему потом писали. Я так понимаю, твоя мама пишет генералам жалобы. Я так понимаю, что малолетки в основном несовершеннолетние. Не будем так. грубо говорить, да? Несовершеннолетние. Мы с тобой умные люди. Умные, конечно, да? Мамки писали жалобы, типа, вот он такой, он промывает детям мозг и все такое. Ну-ка, давайте его запирайте. Он говорит, да мне похрен вообще, я тут сам по себе, как бы идите нахрен. Я понимаю, это так. То есть, и здесь мне нравятся такие темы, что он капитан. Капитан, и он приказывает всех расстрелять, всех убить, всех уничтожить. И он опять сравнивает, он сравнивает себя с одиноким воином, и у него ледяной трон. Почему-то я в этот момент подумала про Игру престолов, вот этот вот ледяной король, морозный король. Я уже забыла, он уже кончил. Король ночи. Король ночи, спасибо. Но фишка в том, что «Одинокий воин» и песня такая мрачная, и все нацелено на тревожность и смерть. Блин, огонь. Огонь. Вот он такой. Вот такой вот у него лирический персонаж. Вот это его. Знаешь, я искренне верю, что в каждой песне исполнитель пытается открыть, проиграть какой-то образ, который ему симпатичен. Не обязательно он такой есть, просто симпатичный. Хотел бы себя в нем представить. Вот таким он тебя и представил в ней, и мы вот должны об этом знать. И мы с тобой едем дальше. Наша следующая песня называется «Пэрис Хилтон Хом Видео». Будет что-то интересное. «Пэрис Хилтон Хом Видео» «Окей». Что я вспомнила 80-е, знаешь, потому что 80-е было под тем, в таком. «От да, о да, детка, подойди ко мне, подлиже. Позабыли все, что было за окном, херачит и видит, но нас это не тревожит. Мы сольёмся воедино». «Очертания и тело, она смотрит на меня. Какой раз уж солнце село, она села на меня. Это моя красная пастель. В нее я упал с ней. Сделал громче шатой. Сашки свечи дэд. Мы закрылись. В этой спальне она как гробница. Мы Джордж Майкл, Тони Бессо, но лишь только на дисках идти ко мне». «Какая красивая песня». «Ну, потому что мы на небе, но всего в небе я счастлива, мы там далеко». «От да, детка, подойди ко мне. Самая эта моя. Маня. Маня» Я залихала, потому что он как-то этим залихнет. Я ж ту фразу вся моя, вся моя, поёшь? Блин, всё равно, знаешь, она величная, но всё равно не есть какая-то тоска, вот она, нет, наверное, он уже спел, а я ждала, окей, блин, я говорю, она лиричная, красивая, про любовь, правда, в конце какая-то, ещё есть вопросы к этой любви, но она всё равно какая-то депрессивная, ещё в сочетании с этим, с этой обложкой всё сразу меняется, весь смысл сразу переходит, если бы я увидела и слышала эту песню без обложки, она бы мне по-другому воспринималась. А так как я знаю, как выглядит обложка, всё, у меня мозг подстраивает всё под неё, под эту мрачную ноту, блин. Я так понимаю, что Пэрис Хилтон, Хум Видео, ну, Хум Видео, да, это, ты понял, уже всё непонятно. Пэрис Хилтон, она у нас кто? У нас красивая модель. И так понимаю, что он свою девушку, вот этот вот лирический герой, он сравнивает её с Пэрис Хилтоном, то есть очень красивая модель. И как раз про Инстаграм отодрали твою крошку в баре. Почему в баре, если там говорили про малиновую кровать, малиновую постель, откуда постели в баре? Либо это особый бар. Мы с тобой догадались, какой. И я тебе уже рассказала про луну. Вот, мёд, скотч. Я сначала подумала, знаешь, как очень классное движение моих мыслей. Называется, вот, я слушаю мрачную ноту, и всё у меня идёт под туда. Скотч это алкогольный напиток, типа пиво, вино, скотч. Но нет же, у меня скотч это. И я тут представила себе, мёд, скотч, значит, берёт, короче, он, заманивает себе эту красотку. А сначала накормлют её скотчем, потом рот. А потом уже всё самое страшное происходит. Вот так вот у меня всё произошло в голове, но потом всё, я отмена. Эта песня про любовь, эта песня не о том. А почему бы и нет, а может это? Вот такая вот песня мы слушаем дальше. У нас следующая песня Лантана. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы с тобой будем делать All and All. All and All это вывод. Лантана. Я не знаю, что такое, я думаю, ты знаешь. Опять мы отдыхаем. Я оплайн. Я оплайн. Видишь, что ты счастлива. Когда ты грустишь, Гулата мной посмурна. Мои мечты вниз, Я буду всегда рядом, знай. Но я хочу лишь видеть, что ты счастлива Прощай Тут уже настроение обменялось Он говорит прощай Прочай, да и прощай Красиво Блин, ты знаешь, кстати, вот эта песня Я где-то... Это не... Сейчас, послушайте, скажу Блин, атмосфера вот этой песни Очень-очень напоминает мне какую-то песню Из моего готического арсенала музыки Прям очень сильно, поэтому, опять же, она мне нравится Нет такой песни на этом альбоме, которая не может не понравиться, понимаешь? Ну, нет таких Не бывает И это, понимаешь, что очень красивая песня любви Которой не суждено случиться, потому что прощай И будь ты счастлива с кем-то другим, возможно Либо я ухожу навсегда Короче, я думаю, ухожу навсегда Будет более мрачнее Более То, что нам понравится Вот такая песня И у нас с тобой Последнее наше Испытание Точнее, не испытание, а награждение Это пломбир Пломбир у нас выйдет как бонус Мы его посмотрим Она у нас длинная И это хорошо Мы с тобой сейчас ее послушаем Угу Она будет нереаличная Это наш последний зажег в альбоме Ага, окей Для лиц младше 18 лет Пожалуйста, отдайдите От своих Плееров Вот мы с тобой уже плетимся Такой нормальный Эй 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 Заживи все Там не прият Выруби свет Рядом не его, ты мой диссер Мне наплевать, зовут тебя мисс Несли Я тебя не ждал, но мне так нравится твой шар Долбой юбой, хотят на меня поставить штамп Ты манишь меня бедрами, ты входишь меня в транс Я высоко в полете до Парижа, эй, Франс Я уволок у тебя, я не на лох у тебя Я сразу хочу, бля, на пол у тебя Где тебя им хочется заняться, рукоблуди Ты так греешь губ, что я не видел ебанутье Блеску втеснул смесь рук Я хочу под твоим телом чувствовать весь глух Пока ты ешь в руках, ты на карты меж двух Ты не поднимешься ко мне, пока не разрешу Знаешь, мне так нравится, как ржом на твоем парне Долбой белых полос, будто Саван Нэшн Армия Мой член дома, его не найти на армии Прыгай на меня, даже не думай, блядь, о парне У тебя во рту мой самый преданный напарник Поэтому относись к нему и к институту семьи С должным почтением и уважением Не просто так тебе доняй, это возможно Не надо кусаться, говорит он ей Я тут тебе своего преданного парника дал Предоставил, познакомил А ты кусаешься, зараза такая, да? Ну окей, мне нравится этот текст Знаешь почему? Потому что песня называется «Пломбир» И он использует в своей песне несколько видов всяких вкусняшек «Скрим», «Нестле», «Десерт» Это интересно, это называется темовая песня Тема песня Вот тема, вот все строится вокруг одной темы И это здорово И это здорово, мы слушаем дальше Субтитры сделал DimaTorzok Ага, я слышу кровать Это должна была быть кровать Ну это сэмпл Это сэмпл, но звучит как будто кровать Мы с тобой послушали весь альбом «Фараон фьюнирал» Посмотрели с тобой 15 песен Обсудили, проанализировали Что-то я не услышала, что-то я не заметила Что-то я просмотрела, а что-то я пересмотрела Да, все это возможно Если ты узнаешь, узнал что-то больше, чем я То пиши мне, я с радостью все это прочитаю Прямо потому что мне нравится все это новое изучать Узнавать, особенно о таком прекрасном Исполнительном, как фараон на любом фьюнире Ну тогда давай сделаем улынол Улынол, это наш итог Я, кстати, хотела тебе сказать Я не заметила очень важную деталь На обложке он тут с крестом И замечательно Крест, это круто У нас тут весь альбом В основном из лирики, хип-хопа И даже есть кое-где рок Да, то есть я а-ля Курт Кабейн На двух песнях это было И вместе со Шнуровым это было Я бы сказала тебе то, что Лирических песен было вроде как побольше Да, это у нас Лантана, Перис Хилтон Ш-ш-ш-ш-ш Не шипучка Мой кайф, последний трек На стене И еще что-то, да Я могла, конечно, ошибиться Но мрачных, тревожных, таинственных Хартреков было больше Омертвение мне понравилось Особенно потому что Мы с тобой смогли его полностью расшифровать Да, то есть я уверена, что это об этом Вот если я окажусь неправа, я расстроюсь Ну, не так сильно, что прям вообще Ну, я уверена, что это там Ро Вот этот вот некрозис Нет, не некрозис Кремация тоже, кстати, очень интересная песня Плюс Мне понравилась песня Скажи тебе еще, какая песня мне понравилась Дефект Самое первое Потому что она сразу внесла Она же кинула тебя в этот лес И сиди там, и делай, что хочешь И ты как будто, знаешь, на протяжении всего Всего любого Пытаешься выбраться из этого леса Тебя преследует этого алчара Который является фараон И ты проходишь через все пути Вот этой его жизни Да, вот этот лес, допустим Это его жизнь Да, вот эти вот Вот это чаще Это фейковые люди Деньги, бабки, имидж Притворство Да, вот это Потом прошел подальше чаще Девушек, которые Низкой социальной ответственности Допустим, так их назовем Да, чуть-чуть подальше Тут Такие проблемы Тут такие проблемы Вышли на опушку Где есть мой карьер немножко Но в итоге Весь этот лес Приведет нас к похоронам Вот такие вот мои Моя художественная интерпретация Сделаю так Придумала на ходу Только что Конечно же Если бы я еще посидела Подумала Тогда бы придумала тебе Самую красивую историю Которую могла бы придумать А так вот такие вот Интересные песни Интересный альбом Атмосферный Харизматичный Тут точно Все по-разному Каждая песня Не похожа на другую Разная атмосфера Разные настроения Да, и это Достойно уважения Достойно внимания И хотелось бы Такого побольше Такого не хватает И вот такие вот дела Следующий наш Будет обзор Большой на Фосфор Фосфор мы с тобой Изучим Посмотрим Сравним И сделаем Свой выбор Если бы раз Наша длинная реакция Мы с тобой были Вместе Целых два ролика Это долгое время Шли бок о бок Если тебе понравилось Ставь лайк Подписывайся на канал Пиши в комментариях Что ты думаешь Что тебе понравилось Какая песня тебе нравится Больше Какая песня Наоборот Тебя Например Надо было Ее дожать Для фараона И до новых встреч Пока Пока